итак друзья здравствуйте с вами я михаил шилов автор проекта макевара.ру сегодня вот о чем перед тем как приступить к работе на макеваре необходимо произвести разминку многие считают что необходимо прежде всего размять конечно кисти рук если вы собираетесь на макеваре работать руками кулаками например или там открытой кистью если ногами соответственно ног голени да все такое но мало кто реально считает и еще меньше кто делает что перед работой на макеваре нужно произвести разминку всего тела дело в том что мы работаем не одними лишь ударными поверхностями у нас работе на макеваре задействовано все тело мы при работе на макеваре работаем над тем что формируем не просто ударные поверхности а ударное звено в миг удара по макеваре удара по макеваре что происходит наше тело должно быть полностью застабилизировано то есть не должно быть никаких демпферов не соответственно в момент киме от момента касания и до момента киме когда боёк ударяет в отбойник если это такая макевара как начнем бэша или камертон шилова вот или если это простая макевара просто доска пружинища до той фазы когда она закончит свое движение у нас идет максимальное сопротивление напряжение максимальное и вот это все напряжение нам наша макевара которую мы бьем с такой же силой возвращает назад но она возвращает не только в ударную поверхность особенно если мы не набивкой занимаемся постановкой глубокой и пробивной техники она возвращает нам это все в тело и чем правильнее построена конструкция удара нашего то есть чем мы больше бьем от ноги от земли тем глубже макевара возвращает нам это все назад да если конечно у нас один демпферы сплошные то вся эта вот сила которую нам обратно макевара возвращает она погасится в демпферах ну то есть и туда ничего не уйдет соответственно в макевару вот и для тела автотравматизм будет минимальный само собой если же мы одемпфируемся наше тело и оно становится каменным в миг удара пускай даже на тысячную долю секунды дольше это вредно для нас уже самих будет да вот то все равно в этот миг все тело жесткое и в это жесткое тело нам обратно макевара наносит удар она нам наносит удар мы ей она нам и если у нас не подготовлены все те но то элементы которые задействованы структурирование ударного звена то мы получаем в них обязательно травму из-за того что они не разогреты не скоординированы между собой не наполнены кровью то есть из-за того что они не размяты то есть мы кого понимаем да перед бегом надо размяться то бы как бы не было травм и и перед борьбой тоже надо размяться как бы не было травм а при работе на макеваре вот кисти немного поразминают руки и считают что все уже можно даже если хорошо кисти проработали кстати следующем видео подкасте в одном из я покажу как правильно кисти прорабатывать потому что это не тоже это не просто взяли растерли и все это более серьезный подход на самом деле надо задействовать эти элементы все которые формируют кисти они только некоторые так вот момент киме что такое киме это максимальная концентрация максимальное усилие это тот миг когда напрягаются все мышцы до единой скоординированное напряжение всех мышц для максимальной а контракции в ударе вот и соответственно у нас должны быть подготовлены все элементы ну конечно больше те которые являются демпферами это соответственно сам кулак лучезапястный сустав локоть плечо сам позвоночник весь это забедренный сустав коленный сустав и голеностопы ну то есть все подвижные сочленения от земли и до точки соприкосновения с макеварой вот так вот такой приятный солнышко да вот поэтому получается что нам надо разметить абсолютно все тело больше того абсолютное большинство людей которые только начинают работать да на макеваре часто пишут на форумах или если не пишут то думают об этом что макевара как бы или даже мешок там жесткий когда они в него начинают бить возвращает им удар в голову прямо голова сотрясается прямо как будто мозг на вода трясется такое почему потому что опять же неправильно работают мышцы шеи а мышцы шеи наоборот в момент удара должны быть расслаблены чтобы снять это напряжение да нам нужно мышцы шеи тоже хорошо размять мы таким вот образом чтобы их не чтобы их закрепощение не сказывалось и на гемодинамике головного мозга и на не на зрение не на слухе не на отечности с слизистой носа если мы собираемся долго работать для нас это крайне важно вот поэтому мы разминаем все тело от макушки и до пяток и от пяток и до макушки до кончиков пальцев и в середину обязательнейшим образом особенно стоит обратите внимание на те структуры изменения в которых вообще не чревато большими проблемами если кулак условно говоря вы разбили и потянули что-то вылечили там все нормально но у нас есть одна структура которая работает на огромном рычаге смотрите уровень удара кулаком на уровне плеча предположим да или выше и переход в ноги на уровне тазобедренного сустава и от поясницы до плеча огромный рычаг на котором нам наш удар обратно возвращает и работать на позвоночник то есть позвоночник наш получается работает на излом напередину бьем и соответственно вот на этом длинном рычаге нам сила возвращается назад поэтому огромный нагрузка приходится на поясничный на поясничный отдел позвоночника при ротационном ударе мы еще должны стабилизировать позвоночник чтобы не раскрутиться то есть чтобы закрутиться в удар и не раскрутиться назад чтобы не вернулась нам это все назад иначе удар будет абсолютно не сильным смотрите здесь тоже рычаг от средней линии тела на ширину плеча даже если вы в середину приведете так как надо все равно на плечо будет отдача идти то есть позвоночник будет работать на скручивание причем это происходит мгновенно резко с огромным усилием чем сильнее ваш удар тем сильнее это будет усилием ударной идти на позвоночник понимаете поэтому абсолютно надо правильно прорабатывать весь позвоночник если у вас перед работой на макеуаре нету времени для того чтобы произвести полноценную разминку для всех суставов тела и прежде всего для позвоночника не приступайте вообще к работе на макеуаре и на снарядах тоже если вы собираетесь ударной подготовкой сам заниматься молодежь часто игнорирует это потому что у них высока компенсация они приходят на тренировку и начинают часто лупить по мешку и сделав два-три разминочных каких-то движения нет на самом деле это чревато отсроченными последствиями людей которые старше они начинают это понимать но время уже вайт в прошлом но то есть упущено нельзя этого допускать ни в коем случае то есть обязательно разминка полноценной должна произойти вот более того если вы закончили работу на макеуаре соответственно хотелось бы все эти компрессии от ударов снять и соответственно вы делаете те же самые упражнения в виде заминочного комплекса просто более плавно делаете их и в меньшем количестве раз потому что вам ничего разогревать уже не надо у вас все там и так разогрето вам нужно просто снять лишние компрессии вот запомните если у вас нету времени на разминку перед работой на макеуаре на макеуаре вам этот день работать запрещено удачи вам всем не болейте не страдайте берегите позвоночник а о том какие надо и сделать упражнения и как надо правильно делать их обязательно посмотрите нотацию под видео на под аудио если вы слушаете это в аудио формате вот там будет подписано да еще хочу дополнить на всякий случай по скриптам такой да я работаю на макеуаре больше двадцати лет за все это время у меня нету ни одной травмы позвоночника кистей суставов связок и ударных поверхностей которыми я работал хотя я на макеуаре работаю очень серьезно и имею как я считаю вполне себе высокие достижения макеуар моей конструкции камертон шилова и макеуар баюка шилова они везде есть используют их самые лучшие мастера работают они в частности по моим методикам тоже вот и соответственно отмечают что это все методики работают так как надо и полезно но в эти методики также входят и разминка и заминка в работе на макеуаре все признают эту полезность и необходимость поймите это важно вот теперь на этом все макеуаре и